Внимание немецких и мировых СМИ в последние дни приковано к этому офису компании «Газпром Германия» в Берлине. Сначала обыски, связанные с антимонопольным расследованием Еврокомиссии. Потом выход из-под контроля российского «Газпрома». А теперь и переход под управление федерального агентства по сетям Германии. Но в самой компании эти события никак не комментируют. «Газпром Германия» и все активы компании теперь будут управляться немецким правительством. А именно федеральным агентством по сетям. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник, спустя всего несколько дней после того, как «Газпром» объявил о своем выходе из капитала дочерней компании. Цель — обеспечить безопасность поставок газа в Германию. Ведь «Газпром Германия» управляет критически важной инфраструктурой по торговле, хранению и транспортировке газа. Приказ о доверительном управлении служит для защиты общественной безопасности и порядка, а также для поддержания надежности снабжения. Этот шаг абсолютно необходим. Безопасность поставок в настоящее время гарантирована. Предпосылкой для принятия решения послужили, в частности, неясные правовые отношения, а также нарушение обязательств по отчетности в рамках постановления о внешней торговле и платежах. «Неясные правовые отношения» — так министр описал недоумение немецких властей по поводу того, кому сейчас принадлежит «Газпром Германия». В Минэкономике стало известно о непрямом приобретении ее двумя российскими компаниями. Но ведомство не давало разрешения на покупку, поэтому сделка является недействительной по немецкому законодательству. «К тому же неясно, кто финансово и юридически стоит за этими компаниями», объясняет газовый аналитик Хайко Ломан. «Это доверительное управление означает, что право собственности остается за... за кем мы точно не знаем, ведь мы не знаем, кто сейчас владеет компанией. Эта компания, Палмери, может быть подставной фирмой, согласно тому, что мы знаем сегодня. Это право собственности не может быть реализовано. Это означает, что доверенному лицу разрешается принимать решения в отношении компании, а владелец больше не имеет права этого делать. Теоретически, федеральное сетевое агентство, как доверительный управляющий, теперь может поручить руководству компании делать то, что они хотят, но при сохранении прав собственности». Ломан рассказывает, что его телефон разрывался все выходные. Всех очень интересовал вопрос, кто теперь владеет «Газпром Германии» и что это значит для рынка. «Пока поставки по контрактам соблюдаются», — говорит аналитик. И после решения немецкого правительства взять компанию в свое управление, все немного успокоились. В том числе и сотрудники «Газпром Германии». «Я слышал от некоторых сотрудников напрямую или косвенно, что они вздохнули с облегчением. Сегодня утром я разговаривал с одним человеком, которого хорошо знаю в самом холдинге. Он сказал, что этой ночью он спал намного лучше, чем в последние несколько ночей. Потому что эта неопределенность, которая была в последние дни и месяцы, сейчас ушла». «Газпром Германия» будет находиться в управлении Федерального агентства по сетям по крайней мере до 30 сентября. Что будет с компанией потом, аналитики пока прогнозировать не берутся.